Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успеть поздравить всех детей России. В Самаре побывал главный зимний волшебник страны Дед Мороз. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в выходные поддержал военнослужащих региона в зоне специальной военной операции. Информацию об этом он разместил на своей страничке ВКонтакте. Он уже приезжал туда в ноябре и пообещал вернуться перед Новым годом. Глава региона приехал в расположение частей 2-й гвардейской красноснаменной общевойсковой армии, чтобы передать дополнительную технику. В расположение войск от Самарской области доставлена очередная партия беспилотников, радиостанции, ноутбуки, планшеты и иная техника. Для улучшения бытовых условий привезены генераторы, печки, термосы, продукты питания, а также запас термобелья. Самара готовится к встрече Нового года. В школах, театрах, домах культуры проходят торжества. Дети загадывают желания, получают подарки. На площади Куйбышева установили елочный комплекс. Город продолжают украшать праздничной иллюминацией. Как будет организована безопасность в новогоднюю ночь на главной площади, какие развлечения подготовили для самарцев в период новогодних и рождественских каникул, обсудили в городской администрации. Подробности в сюжете. Организуют праздники для детей, зальют катки, усилят меры безопасности. На совещании в городской администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина, обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. На базе самарских театров, библиотек, домов культуры и школ искусств с 10 декабря по 10 января запланировано более 500 мероприятий, в которых будут участвовать более 50 тысяч человек, в том числе дети мобилизованных, добровольцев и контрактников, принимающих участие в специальной военной операции. Не просто идет подготовка, у нас многие мероприятия уже проведены. Конечно, традиционные встречи детей с Дедом Морозом – это наши пектакли в наших муниципальных учебных заведениях. Конечно, мы готовим наши площади, конечно, мы готовим наши территории. И это праздники не только для детей. Мы стараемся порадовать и наши старшие поколения. На площади Куйбышева, где традиционно проходят все главные торжества, установили елочный комплекс. Он будет работать до конца января. А катки и аттракцион «Горка», которые появятся позже, можно будет посетить до 1 марта. Массовые мероприятия на площади Куйбышева и фейерверк в новогоднюю ночь проводиться не будут. И в соответствии с решением антитеррористической комиссии от 6 декабря 2022 года в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января с 20.00 до 3 часов утра будут обеспечены следующие меры безопасности. Организация трех КПП – это 26 металлодетекторов, дежурство 162 сотрудников частного охранного предприятия и установка полутора тысяч погонных метров заборов безопасности. Для самарцев, которые планируют подбой курантов гулять на площади Куйбышева, продлят работу общественного транспорта. В новогоднюю ночь работа маршрутов городского транспорта, по аналогии с прошлым годом, будет продлена до 2 часов ночи. В 2 часа ночи мы проведем контрольные рейсы по всем видам транспорта. Соответственно, метрополитен будет работать до 0 часов. Значит, с 1 числа работа транспорта начинается в обычном режиме. В новогодние и рождественские каникулы запланированы спортивные состязания, соревнования городского округа Самара по легкой атлетике среди юношей и девушек и традиционные соревнования «Золотая шайба» – всероссийский этап. Со 2 по 8 января на площади Куйбышева будут работать физкультурно-развлекательные площадки. Площадка для игры в городки, площадка для игры в кёрлинг – это у нас нововведение в этом году будет. Площадка «Лазертак», «Снежный бой», «Снежковый тир». Также будут организованы две фотозоны, по примеру, прошлого года, и уже установлены вагончики для охраны, соответственно, и для хранения инвентаря. На площади Куйбышева в новогодние праздники организуют работу 33 объектов общественного питания и 9 павильонов с сувенирами. Торговые домики будут работать на площади до Масленицы. Для тех, кто ещё не успел поставить ёлку дома, продолжают работу ёлочные базары. Их в городе 112. Купить новогоднее дерево можно до 31 декабря. Светлана Гудрявцева, Константин Головин, События. Один из символов нашего города – легендарный дом купца Мыштакова на улице Самарской – полностью отреставрировали. Строители сохранили все оригинальные элементы – дверные, оконные проёмы, наличники, старые железные печи. Напомню, конкурс президентского фонда культурных инициатив на создание в доме Маштакова музея-галереи «Заварка» выиграло Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Реставрация началась в прошлом году. В чём уникальность, подлинная атмосфера купеческого особняка и когда состоится открытие, узнала Ольга Павлова. Самарский памятник деревянного зодчества дом купца Маштакова наконец обрёл новую жизнь. Строители отреставрировали окна, основательно поработали над лепниной, крышей и фасадами. Печи XIX века, которые создают уникальный интерьер эпохи для нового культурного пространства, сохранили практически в первозданном виде. По мнению научного руководителя, московского архитектора Андрея Баде, целью реставрации стало выявление всех уникальных артефактов. На втором этаже здания разместили окно, через которое посетители смогут увидеть чердачное стропило. При его реставрации специалисты попытались собрать все детали, которые были задействованы при первоначальном строительстве особняка. То, что сделали на такие сроки, это, конечно, победа и заслуга производственника. Заслуга всего коллектива, который работал очень слаженно, очень профессионально, буквально сходу принимали решение, потому что не было времени на долгие раздумья. И, в общем-то, в целом результаты, я считаю, блестящие. Реставрацию одного из символов города деревянного дома купца Мыштакова начали на средства президентского гранта в 2021 году. Здание было построено в начале 20 века в стиле эклектика с декоративными башенками. Строители постарались сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники, чтобы будущие посетители почувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка. В доме Мыштакова обустроили галерею заварка. На втором этаже здания организовали многофункциональное экспозиционное пространство с выставкой картин. А на первом разместили арт-купеческую чайную, где будут завариваться новые творческие идеи. Этот яркий пример, как за короткий срок можно восстановить деревянный дом, хотя, говорят, они очень тяжело восстанавливаются. И это теперь является жемчужиной не только Самары, но и всей Российской Федерации. После открытия Всероссийское общество охраны памятников, истории и культуры передаст здание муниципалитету. Особняк Мыштакова будет считаться филиалом музея имени Ильдара Рязанова. Открыть новое культурное пространство обновленный дом Мыштакова планируют в самое ближайшее время. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самарском метрополитене подводят итоги работы за 2022 год. Объем перевозок на 9,5% больше, чем в прошлом году. Как отметил директор муниципального предприятия Самарский метрополитен Сергей Шамин, удельный вес пассажиров по категориям оплаты распределился следующим образом. Банковская карта – 35%, социальная карта – 25%, по жетонам – 13%, транспортная карта студента – 13%, транспортная карта школьника – 6%, ЕТК – 8%. 44% пассажиров относятся к льготным категориям граждан. График движения поездов уже выполнен на 99,9%. Инцидентов, связанных с неисправностью подвижного состава устройств сооружения метрополитена, угрожающих безопасности движения поездов и перевозки пассажиров, не допущено. В ходе досмотра выявлено порядка трех тысяч предметов, запрещенных к проносу. В связи с этим в зону транспортной безопасности не были допущены 2442 пассажира. Особое внимание уделяют состоянию подвижного состава. С 2019 года в рамках государственной программы развития транспортной системы Самарской области в заводских условиях в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали, продлив срок службы на 15 лет, 22 вагона, в том числе 5 вагонов в 2022 году. Планируется, что в следующем году капитально отремонтируют еще 10 вагонов, а в 2024 – 12. Кроме того, парк метрополитена пополнился новым четырехвагонным составом. Таким образом, к открытию станции «Театральная» почти весь подвижной состав, базирующийся в электродепо Кировское, будет обновленным. В этом году на объектах Самарского метрополитена выполнен значительный объем ремонтных работ, которые, может, и незаметны пассажирам, но влияют на то, чтобы электроподвижной состав, сооружения и устройства метрополитена удовлетворяли требованиям безопасности и дальше обеспечивали безопасные и комфортные условия пассажиров. В частности, на электроподстанциях обновили часть оборудования. Идет замена светоточек на энергосберегающие. Продолжалась работа по замене шпал и стрелочных брусьев по вееру электродепо. Поменяли технические средства диагностики для дефектоскопии узлов подвижного состава рельс стрелочных переводов. Со всеми поставленными задачами справились. Недавно метро получило 8 рентгеновских установок для досмотра багажа, 22 ручных и 20 стационарных металлодетекторов. В первом квартале следующего года после установки и пуска наладки это оборудование заработает на станциях. Оно необходимо для повышения безопасности пассажиров. На контрольно-пропускных пунктах, увеличив их пропускную способность, установят по два стационарных металлодетектора. Новое оборудование не только сообщает, что человек, следующий через рамки, несет металлические предметы, но и указывает на область, где те находятся. Рентгеновские установки разместят рядом с кассовыми залами, как в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Для досмотра сумок, рюкзаков пассажирам больше не придется проходить в специальное помещение и тратить на это дополнительное время. Инцидентов, связанных с неисправностью электроподвижного состава, сооружения устройств, которые могли бы повлиять на безопасность перевозки или пассажиров и безопасное движение поездов, допущено не было. Кроме того, в рамках исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности, актов незаконного вмешательства допущено не было. В Самаре на линию вышел новогодний троллейбус, а в украшенном салоне пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. В свою очередь, горожане читали стихи и пели песни. Вместе с главными новогодними волшебниками в рейс отправилась и наша съемочная группа. Утро для сотрудников ТТУ началось с песни, посвященной троллейбусу. Стихи написал Роберт Рождественский еще в 1962 году, а самарский музыкант Владимир Громов положил их на собственную музыку. Дополнительное вдохновение искали даже в звуках открывающихся дверей общественного транспорта. У нас, что называется, открылось второе дополнительное, еще более вдохновенное творческое дыхание. Оно, конечно, все вложилось. И было еще более интересно всю эту историю делать, потому что когда мы реально смогли звуки настоящего самарского троллейбуса в минусовку поставить, если там слышно, как дверь так открывается и более того электромагнитные колебания, то, на мой взгляд, это сделало песню гораздо более уникальной. Вдохновившись песней, сотрудники ТТУ отправились кто в свои цеха, а кто поздравлять пассажиров. На линию вышел новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они вручали самарцам подарки. Акция «Новогодний маршрут» была запущена пять лет назад. Раньше она проходила в трамваях. В этом году коллектив предприятия решил провести ее в троллейбусе. Ведь самарскому троллейбусному сообщению исполнилось 80 лет. Счастья, здоровья, удачи! Мы это приветствуем, потому что коллектив у нас большой. И неважно, сколько нам лет, все равно мы остаемся там детьми. И любим Дед Мороза и Снегурочка, потому что, наверное, самый любимый российский праздник. Поэтому мы только это там приветствуем. Мы работаем для пассажиров, и мы им желаем счастья, здоровья и любви. Потому что пассажиры у нас всегда хорошие, но мы и стараемся для них. Пассажиры, получив из рук новогодних волшебников мандарин, читали стихи и пели песни. Зуровилась елочка, и с ума доросла, зимой и летом стройная, зеленая была. Не исключено, что новогодний троллейбус выйдет на линию еще раз, перед самым праздником. Сказочные персонажи поздравляют пассажиров и в трамваях. В преддверии Нового года работе общественного транспорта уделяется особое внимание. С 31 декабря на 1 января трамваи, автобусы и троллейбусы будут работать до 2 часов ночи. 1 числа транспорт выйдет на линию с 5 утра. В остальные дни новогодних каникул по графику выходных. Метрополитен с 31 декабря по 8 января работает также по графику выходных с 6 утра и до 24 часов. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. За комплексные долги, комплексное отключение от коммунальных услуг. В Самаре прошел совместный рейд специалистов РКС Самара и СамГЭС. Один из владельцев квартиры на Подшипниковой имеет задолженность сразу перед двумя компаниями. Ресурсники временно отключили жилое помещение от коммунальных услуг. Как теперь вернуть блага цивилизации, расскажем в следующем сюжете. Железный узел поставили у дома номер 26 по улице Подшипниковой. Он станет ярким маркером того, что в доме живут должники. Жильцы сразу нескольких квартир не передают показания счетчиков и не платят ни за холодную воду и канализацию, ни за электричество. Долг только одного этого дома за водоснабжение превысил 80 тысяч рублей. А 20% квартир имеют долги за электричество. Сотрудники двух ресурсных компаний Самара Горэнергосбыт и РКС Самара решили объединиться в борьбе с самыми злостными неплательщиками. Мы совместно с СамГЭС проводим рейд по отключению должников. По данному дому у нас перед Самарскими новосистемами задолженность более 80 тысяч рублей. Сегодня будем проводить отключение, канализацию. В общей сложности абоненты на прямых расчетах задолжали РКС и СамГЭС более полутора миллиарда рублей. Крайние меры применяют только к злостным неплательщикам, которые не оплачивали потребленные ресурсы более двух месяцев и не реагируют на предупреждение необходимости погасить долги. Например, жительница этой квартиры должна за воду, канализацию и электроэнергию 33 тысячи рублей. У вас на сегодняшний день имеется задолженность за коммунальные ресурсы по электроснабжению и водоснабжению. Задолженность более двух периодов, поэтому мы вынуждены сегодня произвести ограничение данных коммунальных ресурсов. К представителям компании женщина не вышла. Квартиру временно отрезали от электроснабжения и канализации. Чтобы вернуть себе блага цивилизации, придется оплатить все долги, а также работы по возврату услуг электроснабжения и водоотведения. В сумме это около 6 тысяч рублей. Если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, то ему необходимо обратиться в любое отделение САМГЭСа и есть такая возможность заключить соглашение о рассрочке платежей на определенные периоды. Этот рейд – первый из совместных мероприятий, которые подготовили ресурсники злостным должникам. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В расписании международного аэропорта Курумыч вновь появились рейсы в Самарканд. Об этом сообщает компания-перевозчик. Прямые регулярные рейсы будут осуществляться с 16 января. Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам. Время вылета из Самары – 13.20. Прибытие в один из крупнейших городов Узбекистана – в 17.20. Рейсы в обратном направлении будут отправляться из Самарканда – в 18.20. Время прибытия в Самару – в 20.20. Продолжительность полета составит 3 часа. Успеть поздравить всех детей России. Самару посетил главный зимний волшебник страны. Мальчишкам и девчонкам города российский Дед Мороз из Великого Устюга приготовил праздничные представления, подарки и море положительных эмоций. Как прошли предновогодние торжества, узнала наша съемочная группа. Для маленького Артема это уже второе новогоднее представление в этом году. Первый праздничный утренник прошел в детском саду. К знакомству с главным российским Дедом Морозом мальчик готовился все утро. На представление надел костюм своего любимого супергероя, чтобы встреча с гостем из Великого Устюга точно запомнилась надолго, говорит мама Артема Екатерина. Любой праздник – это же дождение чуда. А сейчас в последнее время такая суета, суета, и этих людей с ней хватает. Я очень рада, что есть такие праздники, на которые с ребенком можно прийти. И вот мы едем, он ждет этого чуда, он ждет Деда Мороза. Традиционно главный российский Дед Мороз первым поздравляет особенных детей. Для них новогоднее представление в этом году прошло на площадке театра «Самарская площадь». Для ребят подготовили яркую программу с конкурсами и танцами. Конечно же не забыли и про подарки. Дети с особенностями развития первыми увидели премьеру мультфильма «Илья Муромец». Будет показан мультик, который создали дети с особенностями развития. То есть, да, будет мультипликационный фильм о «Илье Муромце», но создан руками детей. Второй остановкой Деда Мороза из Великого Устига стал Дом культуры Заря. Здесь дети встретились не только с главным зимним волшебником, но и с его помощниками. Тол-Бабаем, Кыш-Бабаем, Ямал-Ильи и другими Дедами Морозами народов по Волжьям. Среди зрителей новогоднего представления – дети из семей военнослужащих. Уже после интерактива гостям показали спектакль «Три заветных желания» или «Волшебник изумрудного города». Для нас это большой подарок, поддержка и возможность, несмотря на то, что такая сейчас ситуация, мы переживаем очень и вообще за ситуацию, за нашему папу конкретно, возможность немножко окунуться все-таки в праздник, потому что настроения новогоднего особо не было, но вот сегодня оно прям почувствовалось, удалось. Спасибо большое. В наступающем году главный Дед Мороз России пожелал детям и их родителям большой удачи, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья, побольше сказочного настроения и чтобы на все добрые начинания хватало сил. Ксения Баканова, Михаил Гермоленко, Константин Головин. События. Волшебство, доступное каждому в Самарском дворце ветеранов, прошло новогоднее театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сцене для маленьких зрителей пели и танцевали сказочные герои. На праздники побывала Ксения Баканова. Особенные дети нуждаются в новогодних чудесах, пожалуй, больше всех. Несмотря на состояние здоровья, ребята с удовольствием водят хороводы и танцуют. У каждого свой новогодний образ. Мальчики – мушкетеры и ковбои, а девочки – снежинки и сказочные феи. Светлана Мазурина – мама четверых детей. Шить новогодние костюмы для нее уже стало доброй традицией. От процесса и сама удовольствие получает. И дети рады, рассказывает женщина. У нас новогоднее такое настроение. Причем эти костюмы для сегодняшнего дня. Завтра в школу мы пойдем в других. И каждый раз, чтобы было им весело и интересно. Каждый выбирал под себя, что хотел. Чтобы было какое-то волшебство в душе, потому что праздник все-таки семейный. А если у детей ничего не будет доброго и хорошего, дети вырастут озлобленными и плохими людьми. Ее сын Владислав на праздник оделся в костюм фиксика Нолика. Мама помогла воплотить его желания в жизнь. Я решила одеться фиксиком Ноликом. Брат мой любит фиксика смотреть. И я одела этот костюм, потому что это его любимый герой Нолик. Я люблю свою семью. Очень сильно. Организаторы уверены, такие праздники сильно сближают детей, которые редко выходят из дома. Очень важно, чтобы ребенок рос в ситуации, когда он понимает, что он не один. Что с ним не только мама, папа, близкие люди. Что он такой же ребенок, как все остальные. И жить активно можно при любом состоянии здоровья, при любом настроении. Главное идти, быть на виду, быть участником. И жизнь изменится к лучшему. Также маленьким зрителям показали новогоднее театрализованное представление. В гостях у матушки природы или как времена года поссорились. Уважаемый старичок-годовичок, все ли готово к встрече моих дочерей зимы, весны, лета и осени? Все готово, матушка природа. На елке развешаны игрушки из всех времен года. Каждый зритель получил сладкий новогодний подарок. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты самарцы готовят на Новый год. Судя по числу запросов в поисковике, главный новогодний салат – это селедка под шубой. Его рецепт ищут чаще всего. Традиционный для праздничного стола оливье оказался на втором месте. Возможно, его рецепт многие и так помнят наизусть. В пятерку главных новогодних салатов также попали цезарь, крабовый и салат с курицей и ананасами. По данным аналитиков, верхние строчки топа салатов в разных городах страны отличаются не сильно. Везде победили селедка под шубой и оливье. Но в каждом городе можно найти салаты, которые пользуются особой популярностью. Например, в Москве намного чаще, чем в других городах, ищут салат с крабом. В Новосибирске – гнездо глухаря, а в Уфе – мужские грезы. В Самаре особенно популярен салат обжорка. Также в областной столице чаще, чем в других городах, ищут рецепты салата с говядиной и болгарским перцем, а также салата «Русская красавица». Один из главных новогодних салатов оливье известен множеством вариантов приготовления. Аналитики Яндекса изучили запросы с упоминаниями ингредиентов оливье и составили список популярных разновидностей этого салата. Оказалось, что в Самаре его чаще всего делают либо с колбасой, либо с курицей. Другие популярные ингредиенты – это говядина, семга и красная рыба. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самарского района и ее глава Роман Радюков в телеграм-канале поздравляют директора колледжа сервисных технологий дизайна Татьяну Санникову с получением профессиональной премии «Лидер СПО России 2021-2022». Талантливый руководитель, достигший больших результатов в своей профессии. Под руководством Татьяны Александровны колледж активно развивается. Студенты занимают призовые места в профессиональных конкурсах, пишет Роман Александрович. В телеграм-канале Ленинского района рассказывают о том, как прошел дворовый праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки в ТОС Мичуринский. Сказочный волшебник и его внучка поздравили детвору с наступающим Новым годом, дети приготовили стихи и получили подарки. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер предусмотрена ежемесячная выплата медицинским работникам, молодым специалистам в возрасте до 35 лет в течение первых трех лет после окончания обучения. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова